всем привет продолжаем знакомиться с главами книги библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу бардахею оказывается великие почести в ту ночь господь откил сон от царя и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей и читали их пред царем и найдено записанное там как донес бардахей на гавафу и фару двух еврохов царских оберегавших порог которые замышляли положить руку на царя артак сердца и сказал царь какая дана почесть и отличие бардахею за это и сказали отроки царя служивший при нем ничего не сделано ему когда царь расспрашивал о благодеянии мардахея пришел на двор ама и сказал царь кто на дворе аман же пришел тогда то внешний двор царского дома поговорить с царем чтобы повесили бардахея на дереве которые он приготовил для него и сказали отроки царю вот аман стоит на дворе и сказал царь пусть войдет и вошел аман и сказал ему царь что сделал тому человеку которого царь хочет отличить почестью аман подумал сердце своем кому другому захочет царь оказать почесть кроме меня и сказал аман царю тому человеку которого царь хочет отличить почестью пусть принесут одеяние царское которое одевается царь и приведут коня на котором ездит царь возложат царский венец на голову его и пусть подадут одеяние коня в руки одному из первых князей царств и облегнут того человека который царь хочет отличить почестью и выведут его на коне на городскую площадь ибо разгласят пред ним так делается тому человеку которого царь хочет отличить почестью и сказал царь аману хорошо ты сказал тотчас возьми одеяние коня как ты сказал и сделаю это бардахеи иудеянину сидящему царских ворот ничего не отпусти из всего что ты говорил и взял аман одеяние и коня и облег бардахея и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил пред ним так делается тому человеку которого царь хочет отличить почестью текст по книге библия в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор фон карсфельда библейскими текстами по синодальному переводу а а